Избежать мусорного коллапса. Именно такая задача сейчас стоит в Алматинском районе областного центра, где деятельность одной из мусоровывозящих компаний была приостановлена. В результате силами других подрядных организаций и простых частников проблема постепенно решается. Уже в скором времени в Ак-Тубе откроется новый полигон твердых бытовых отходов. А за счет инвесторов будет построен мусоросортировочный завод. Отсутствие мусорных контейнеров и порой просто отсутствие культуры у людей приводит к тому, что возникают вот такие стихийные свалки, возле которых стоит невыносимый запах, смрад. Здесь самые разные отходы, в том числе крупногабаритный мусор, который люди должны вывозить за свой счет. Как правило, такая картина наблюдается на городских окраинах, вблизи садоводческих коллективов. Помимо уже упоминавшегося крупногабаритного мусора, здесь много пищевых отходов, как результат ужасающая вонь. Безусловно, вывозить отходы должны коммунальные предприятия, подрядчики. Но многое зависит и от культуры людей, которые мусорят, причем даже в центральных городских парках и скверах. Я переехал с Оренбурга. Ну, просто такие обстоятельства получились. Везде стоят урны. Вот только вся беда вот в этом сигаретах. Под ноги бросают. Это просто, как сказать, этика что ли так. Но немножко еще недовоспитались, как положено, в культуре. Молодежь у нас очень, извините, молодые люди все, но другие молодые люди здесь очень плохо себя ведут. Постоянно здесь шум, гам, грязь, семечки, бутылки. Акимаджон тоже не может ходить за всем убирать. Люди сами должны быть воспитаны немножко. Культуры нет. Работа мусоровозящих компаний и головная боль для актюбинцев уже стала притчей во языцах деятельность подрядных организаций, которые далеко не всегда добропорядочно выполняют взятые на себя обязательства. По городу Актюбе были определены пять предприятий, которые вывозят отходы. Однако сейчас их осталось четыре. В результате в ряде городских районах возник мусорный коллапс, который местный Акимад пытается устранить. С февраля месяца убирал этот район. Ясный, 41-го здесь, гормолозавод, товарищество ограничено ответственностью Азия, Комфорт и Ка. Но в данное время они не работают. В конце прошлого месяца, в юле месяца, числа 23-24, они свою работу приостановили. Люди отнеслись с пониманием, что мы все варианты, все эти рассматриваются сейчас, подыскиваются в других компаниях, в других городах. Но как получится, вот сразу же будет работать компания эта. Ну, сначала может и до соглашения, потом уже дальше будет работать. Проблемы с мусоровозящими компаниями известны городским властям, и эти вопросы пытаются решить, в том числе с применением современных технологий и лучших зарубежных образцов, с привлечением иностранных инвесторов. В системном порядке, конечно, мы должны принять вынужденные меры, это давно назревает, расширение полигона самого, то есть практически это будет новый полигон. По новым требованиям, работу эту мы начали, в течение двух месяцев мы практически эту работу завершим, то есть мусор будет завозиться на новый полигон. Но мы его запустим после того, как инвестор греческой компании, заказчиком которой является оператор РОП, вы знаете, в Казахстане, она заказчик этого завода. Это завод мусоросортировочный. В целом сортировка мусора – это веяние времени, и теперь важно, чтобы горожане с пониманием отнеслись к этому и выбрасывали отходы в специально отведенные контейнеры, каждый из которых предусмотрен для определенного мусора. На данный момент уже инвестор нам поставил 1441 контейнер, поставил 6 единиц техники, она стоит у нас уже в городе, и эту работу мы в скором времени начнем. Поэтому все мы должны понимать, что без внедрения культуры сортировки уже на уровне семи, в дальнейшем это будет сложно очистить полностью город от мусора. Ну а остальное уже будет либо другими методами, то, что утвердило уже Министерство экологии. Есть вопрос по мусоросжигательному, но это будет уже второй проект, который будет обсуждаться также с общественностью. Также касательно общественности, чистота и порядок городских улиц, парков и скверов во многом зависит от простых граждан. Важно не складировать мусор в неположенных местах. В ином случае нарушителям грозит административное наказание. За загрязнение мест общего пользования предусмотрена ответственность по статье 434 Прим. 2 Кодекса Республики Казахстан об административном правонарушении. Так, за 7 месяцев текущего года за загрязнение мест общего пользования включено к ответственности 4466 человек, по которым наложено более 49 миллионов, из которых взыскано 23 миллионов доход государства. Тем самым хотел бы предупредить жителей и гостей нашей области о недопущении общественного порядка, спокойствии физических лиц, загрязнении мест общего пользования, а также об ответственности за совершение данных административных правонарушений. Николай Сырбов, Аманжолайт Магомбетов, Телеканал Актюбе.